Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в рубрике по вашим заявкам рассматриваю компанию Qualcomm Компания, я думаю, всем известна Занимается разработкой и исследованием беспроводных средств связей процессорами Работает в этой области Компания была основана в 1985 году в Калифорнии, в США и является достаточно крупной организацией Коротенько по финансовым показателям Давайте вкладку открою Как всегда, я уже не устаю говорить, что с Тиньковым не совпадает, нужно смотреть на других ресурсах данные или считать самим По текущим показателям на сегодняшний день параметр PE, отношение рыночной цены акций к прибыли на акцию составляет 34,5 То есть показатель PE очень высокий Я не приобретаю акции с таким высоким показателем Как я уже говорил, нормальным считается 20 25 А лучше, когда показатель PE для американской компании ниже 20 Соответственно, здесь вот 34,5 Это показатель очень высокий Говорит о том, чтобы окупить Текущую цену акции Необходимо 34,5 года Получать прибыль на эту акцию Это очень длительный период И является негативным показателем Показатель PE на будущий период ожидается в районе 12 И является прогнозным То есть мы на него ориентироваться не можем как на таковой, поскольку прогнозы зачастую не сбываются Рассмотрим следующий параметр Это PEG Который отображает Недооцененность или переоцененность акций Он находится у Qualcomm В районе 2,4 Как вы знаете Показатель PEG до 1 Говорит о недооцененности акций Показатель PEG более 1 Говорит о переоценке акций То есть 2,4 Говорит о том, что Акция Qualcomm на текущий период Являются переоцененными Но показатель PEG Он формируется из форвардного PE И EPS на будущий период То есть и тот и тот показатель Является прогнозным Поэтому PEG Тоже мы можем рассматривать В относительном плане Поскольку прогнозы могут не сбываться Но берем его на заметку Показатель PEG Соотношение капитализации к выручке Находится в районе 3 То есть он говорит о том, что капитализация Капитализация компании покрывается выручкой Ориентировочно за 3 года Этот параметр тоже высоковат Не очень хороший Но находится в таких средних пределах В целом можем не обращать на него внимания Следующий параметр, который вызывает особый интерес Это соотношение рыночной цены акции К цене акции по бухгалтерскому балансу Как я уже раньше рассказывал По бухгалтерскому балансу Цена одной акции Формируется из чистых активов компании За минусом долгов То есть на текущий момент У компании Qualcomm Одна акция по бухгалтерской стоимости Стоит порядка 3 долларов Торгуется на рынке Порядка 52 доллара То есть разница более чем 17 раз То есть активов у предприятия На самом деле довольно-таки мало И по факту Одна акция по бухгалтерии Стоит всего-навсего 3 доллара Это крайне негативный показатель Я бы уже скептически отнесся К приобретению данной компании То есть еще немного Еще маленько судебных разбирательств Или каких-то эксцессов И баланс уйдет в минус Вот И еще хочу сказать Почему так получается с балансом Потому что у компании огромное количество долгов Соотношение долговых обязательств По отношению к собственным средствам У компании Qualcomm 453% В общем Долгов в 4,5 раза Больше чем собственных средств Это тоже крайне негативный показатель Огромная долговая нагрузка На компании Qualcomm Так что все Вот если параметры эти рассмотреть То 80-90% из них Негативные Или крайне негативные Далее рассмотрим График То есть тут Видим волатильность существенную Небольшой Сейчас коррекция идет вверх Но не факт, что она будет Идти дальше По дивидендам На текущий момент Если приобрести Акцию Qualcomm За 52,4 Доллара То получим порядка 4,7% Дивдоходность Это довольно таки Неплохая Дивдоходность Давайте откроем Вкладочку дивиденды Вот 5 марта у нас Отображается То есть 6 марта Будет закрытие Реестр дивидендов По компании Qualcomm я смотрю Увеличивает Достаточно серьезно Дивиденды Каждый год Но имея текущую ситуацию С долгами Я думаю Что скоро это прекратится Я бы не стал Рассматривать Qualcomm Как интересную Компанию По дивидендам Поскольку ее показатели Находятся в крайне Негативных зонах И ей станет тяжело Это делать Возможно она Какое-то время Еще провыплачивает Дивиденды Возможно будет даже Повышать их Но будут Ухудшаться и дальше Ее показатели Уже Находящиеся В негативных зонах И рано или поздно Это прекратится Поэтому я бы Не рассматривал ее Как Перспективную Дивидендную Компанию Компания Компания На текущий момент Тратит Порядка Восьмидесяти Процентов Своей прибыли Чтобы выплачивать Дивиденды Это тоже довольно Таки много Ну нормой Как бы планка Считается Шестьдесят Семьдесят Процентов США Что Компания Это допустимый Скажем так Диапазон Лучше меньше Чем Шестьдесят Семьдесят Но Шестьдесят Семьдесят Считается Еще допустимым Восемьдесят Уже многовато То есть у компании Остается Мало средств Чтобы Вкладывать В новые направления Рассчитываться С долгами И все прочее Так Еще хочу вам сказать Вот у меня Сайт Дивиденд Точка ком Открыт Поскольку Скоро предстоит Выплата По дивидендам Вот тут идет Обратный отчет До Закрытия Реестра дивидендов Осталось Четырнадцать дней Девять часов Двенадцать минут Двадцать Две секунды Так что Кто все-таки Решит ее Приобрести И получить Дивиденды Он может Это сделать Остается Четырнадцать дней Девять часов Далее Я подготовил Небольшую Сводочку Почему были Проблемы Финансовые У компании Ну они в принципе Остаются В январе Двадцать Семнадцатого Года Федеральная Торговая Комиссия США Подала Иск Против Куалком За антиконкурентную Торговую Практику Утверждая Что она Поддерживала Монополию На чипы Для мобильных Телефонов Используя Политику Которая Нарушала Отрасцелевые Соглашения Требую Высокие Лицензионные Отчисления С клиентов И лицензировать Свои Стандартные Основные Патенты На покупку Своих Чипов Отказывая В лицензировании Своих СЭП Конкурентам И заключая Эксклюзивный Договор СЭПЛ Не позволяющий Другим Поставщикам Чипов Работать С этим Ну у нас Условно говоря В России Это Антимонопольная Служба Этим занимается То есть Компания Куалком Создала Определенную Монополию И Пользовалась Ей С целью Собственного Обогащения Не пускала На рынок Других Поставщиков Из-за этого Возникли Серьезные Проблемы И вот еще Я выдержку Сделал По суммам За последние Несколько лет Куалком Была Оштрафована Европейским Союзом На 1,2 Миллиарда Долларов Китай Оштрафована На миллиард Долларов Также Комиссия По справедливой Торговле Кореи Оштрафовала Куалком На 0,8 Миллиардов Долларов В Тайване На 700 Миллионов Долларов В общем Север штрафует По всему миру Она существенно Нарушала законодательство Не только США Но и других стран Из позитивного Что могу сказать Ходят слухи Что Куалком Использует Навешившую 7-нанометровую Технологию Производство Чипов Для создания Своего нового Чипа Snapdragon 855 Согласно DigiTimes Производство Этого чипа Скоро Начнется И этот чип Официально Стартует В втором квартале 2019 Года Ну то есть Когда выходит Какая-то новинка Все могут Знать и предполагать Что возможно Некое улучшение Текущего состояния Ну это новость Если даже чипы Хорошо пойдут Я думаю Что она Существенно Не прибавит Динамики К росту Или не рассчитается С долгами Компания Уж слишком Глубоко Она в них сидит Ну вот Коротенько По отчету Отчет Куалком Крайний был 30 января 2019 года Она отчитывалась За период За 2018 год Превысила прогнозы По прибыли На акцию Планировалось Что Прибыль на акцию Составит 1 доллар Девять центов По факту 1 доллар Двадцать центов Это существенное превышение Как бы Позитивное Но Чуть-чуть не добрала По выручке Планировалось 4,9 миллиарда долларов Получилось 4,82 В следующем Квартале Планируется 0,7 Доллара Прибыль на акцию И 4,81 Миллиард Доллара Выручкой Что такие вот Я думаю Показатели Достаточно Достижимые Возможно Она их выполнит И перевыполнит Но По итогу Как всегда Повторюсь Я никому Ничего не рекомендую Рассматривайте Сами Думайте Сами Но я бы Эту компанию Не приобретал Б свой портфель Поскольку У нее Огромное количество Проблем С финансами И я не вижу Чтобы В ближайшее время Как-то это Могло скорректироваться Существенным образом Поскольку У нее Не какие-то мелочи Пробелы В балансе А Тут Гораздо Все серьезнее Если мы берем Сравним С той же самой Компанией Центурилинк Например Которая Недавно Скинула дивиденды Свои наполовину То У Центурилинк Долгов Было В два раза Меньше Даже Более чем В два раза Меньше Чем у Компании Куалком По отношению К собственным Средствам То есть Долгов Огромное количество И Так сказать Просвета Не видно Акции Завышены По стоимости Переоценены Ну ПЕ Огромные Я бы Не рекомендовал Думайте Сами Конечно Как поступить В той или иной Ситуации И еще Из Новостей Более-менее Интересных Смотрю По инсайдерским Сделкам Это по тем Сделкам Которые Производятся Людьми Скажем так Участвующим В деятельности Компании Которые знают Что-то Могут на что-то Повлиять Это называется Инсайдер То есть Они находятся В неравных Условиях С нами С обычными Инвесторами Они обладают Гораздо больше Информации И обязаны Предоставлять Отчеты Всек По форме 4 Вот они Это делают Из крайних сделок Могу сказать Что 23 ноября 3 декабря 13 декабря 11 февраля Уже текущего года Производились Работниками Компании Инсайдерские сделки Они продавали Они продавали Свои акции То есть Вот например Президент Компании 3 декабря 18 года Продал Акции На Миллион Сто Тысяч Долларов И Так же Участник Компании Томпсон Джеймс Уже 11 февраля Совсем Недавно По 50 долларов 70 центов Продал 40 тысяч Своих акций То есть Это тоже Такой сигнальчик Неблагоприятный Когда Работники Компании Начинают Продавать Свои акции То есть Возможно Еще Дальнейшее Падение Вот В принципе На этом Все Принимайте Правильное решение Удачи в инвестициях Всего доброго До свидания